Субтитры создавал DimaTorzok Ну что, друзья, россияне пакуют чемоданы. Вторая волна эмиграции унесет из страны 2 миллиона человек. Мы только-только с вами проговаривали эти вещи, особенно когда говорили, что наша жизнь – это компьютерная игра, и кто-то очень ловко играет нашими жизнями. После начала известных событий, друзья, на территории России и Украины спонтанно покинули люди в страну разных профессий. Но среди них, как мы с вами уже говорили, было очень много творческих людей – журналистов, артистов, музыкантов, IT-специалистов, а также политиков, аналитиков, которые понимают, что грядет в стране. Остается контингент, друзья, который… или которому некуда ехать, или который не задумывается, которым кажется, что все обойдется и так. Пережили же когда-то наши родители, переживем и мы. Да вот, друзья, кажется мне, что не переживете. Мы много с вами говорили на эту тему, и я предлагала рассказать некоторым из вас, кому очень нужно, кому очень хочется, где можно все-таки спастись, в какой стране. Не везде будет сладко, не везде будет хорошо, друзья. Некоторые страны тоже подвергнутся разным физическим воздействиям. И да, друзья, в общем, мы пока не будем на эту тему говорить. Это я сделаю какое-то еще очередное предсказание. Расскажу вам, что ожидает весь мир в ближайшее время. Хотя я только что сделала предсказание на 20 лет вперед. Посмотрите этот видеоролик на 20 лет вперед, что ожидает все народы на многих территориях мира. Не только на территории России и Украины, а на многих. Но, как вы понимаете, что именно Россию и Украину, это касается больше всего. Так вот, вторая волна эмиграции. По мнению экспертов, будет более долгой, более многочисленной, а также более разнообразной по составу. В ней будет много бизнесменов, снова айтишников, профессиональных специалистов, а также представителей академической среды. Военным выехать не дадут. Все военные, кто успели, выехал. Больше никому выехать не дадут. Генералов стали косить, как... Ну да, смерть пришла и косит косой. Это генеральский состав. Никому не позволят выехать из генеральского состава. Много о чем сообщается в СМИ, но многие вещи замалчиваются, умалчиваются, и вы их просто не знаете. Сколько генералов погибло? Вот, допустим, Путин месяц назад назначил новых 18 генералов. В одном месте, в одной среде силовиков, и в другой среде также 18. Значит, прежние 36 генералов куда-то делись. Мы мало что знаем. Мы знаем, что погибло вроде бы там 9 генералов. Ну и все. Обо всем мы не знаем. Поэтому здесь, видите, замена одних другими как раз позволяет понимать, сколько же генералов не досчитывается из старой гвардии наша силовая система. То, что касается обычных людей, то они сейчас бегут в Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, Казахстан. Это республики куда легче всего убежать. Также Армения, Грузия. Это все наши родные республики. Мы их любим. Мы никогда не вступали в военные конфликты. Народ я имею в виду. Потому что все помнят грузинский народ, гостеприимный, теплый, горячий. Все знают, сколько фруктов и моря. Доброжелание вы встретите в Армении. Поэтому люди побежали туда, где свои, на своем языке говорят, мы же все-таки были одна страна. Со временем это забудется, что это была одна когда-то страна. Но сейчас об этом помнят все и пользуются этим. Потому что куда бежать? Бежать-то некуда. И то, что в Узбекистане сейчас 82 тысячи семей купили квартиры или арендовали, и так, и так, то это говорит о многом, друзья. И, конечно, квартиры сразу подскакивают в цене в тех республиках, куда убегает русский народ. Многие из тех, кто уехал в первые дни и недели, в основном в безвизовые страны, такие как Армения, Грузия, Казахстан и Турция, друзья, столкнулись со сложностями. Нужно найти жилье, работу, школу для детей, способ перевезти деньги из России, где поначалу ввели жесткие ограничения на такие операции, как вы помните. Решить вопрос, что делать с оставшимися в России квартирой и вещами, возможными накоплениями. Конечно, друзья, это были первые, знаете, на фоне паники, конечно, друзья, на фоне паники, что где-то что-то происходит, и это все довольно негативное, агрессивное. Люди побежали из страны, понимая, что гулаги не за горами, они побежали, понимая, что Берия и Сталин и их методы совсем близко, подкрались вот уже почти в гору, и люди снова побежали. Это то, что касается, почему люди побежали. Другие не побежали, другим было это все еще непонятно, бежать или нет. Они осмотрелись, ситуация в стране изменилась, деньги стали переводить, а ведь до этого, помните, все, раз-два, трахте бедах, и никаких тебе денег никто никуда переводить не будет, теперь это не ваши деньги, а наши. Вот эти вопросы, они поутихли сами собой и стали деньги все-таки переводить. Малые дозы, маленькие деньги, ну хоть какие-то, и можно перевести один раз, через какое-то время другой раз. Люди, которые остались, они стали осматриваться и думать, что же делать. Конечно, они тоже остались у черты, у рук бекона, который страшно перейти, друзья, страшно стать иммигрантом. Это время, которое было с февраля месяца, когда начались события, они использовали, чтобы продать квартиры, закрыть свои ипотеки, или как-то подумать о вещах, которые нужно перевозить за границу. Ну, скажем, если это Грузия, Армения, это близкие нам республики, туда легче. Если это, скажем, Польша или какая-то другая европейская страна, то это гораздо уже тяжелее. Вопрос еще встает, чем зарабатывать на жизнь в эвакуации. Это вопрос довольно серьезный, друзья. Люди начали менять профессии, люди стали приспосабливаться к той жизни, куда они приехали. Например, в Стамбул едут, в Варну, Болгария, там многие говорят на русском языке. София, Белград, наиболее близкой, знаете, морально, психологически является атмосфера в Тбилиси. Знаете, горный воздух, не знаю что, горный воздух, или просто достойное воспитание, хорошие продукты. Но там живут свободные люди, уважающие себя. Страна считается свободной, хоть и не такой богатой, но именно в Грузии живут свободные, достойные люди. У них богатое культурное наследие. Они почитают старые традиции, почитают своих стариков, уважают стариков, питаются очень много травой. Ведь на Кавказе, друзья, травы очень много, зелени много в питании. Не только один барашка, барашка, барашка. Нет, друзья, любят очень много сыры и овощи. Поэтому Грузия и сам народ очень гостеприимные. Конечно, они не будут поощрять ваше воровство, если кто-то поедет туда с дурными мыслями, что я приехал бедный, я могу где-то стащить. Забудьте об этом, друзья. Мне кажется, приехали в новую страну. Да еще к себе почти. Вот в этот гостеприимный грузинский народ, который встречает вас с теплом. Как еще то старое память просыпается о России, когда все дружили друг с другом. И вот эта сентиментальная память, она дает грузинским парням и аксакалам возможность по-доброму принимать россиян, которые приходят к ним с горем, со своим. Насколько будет безопасно жить во всех этих странах, друзья, это тоже вопрос. Мир не останется спокойным много еще лет. И в каждой стороне на юге, на востоке, на западе везде будет возникать один конфликт за другим. Поэтому пока ничего не буду говорить о конфликтности ситуации. Я думаю, что пока еще есть возможность, друзья, уехать тем, кто может уехать. Русские едут в Израиль, в страны Балтии. И ведь везде хорошо принимают русских. Как бы ни были, мы, скажем, кому-то сейчас неприятны из-за всяких событий. Все равно русских хорошо принимают. Сам по себе русский человек довольно душевный, высококультурный, образованный. Общаться с такими людьми приятно. Ну, конечно же, друзья, ностальгия, ностальгия, она ломает многие преграды. Если говорить про айтишников, молодых мальчишек, девчонок, которых сейчас очень много во множестве, конечно, они, как те жучки-паучки, выползли из коробочки и по всему миру разбежались. И правильно, ведь каждый думает о своей семье и о том, где ему будет хорошо житься. Зачем жить там, где заранее планируют голод и разруху. Молодежь хочет жить хорошо. Айтишники, у них мозги светлые. Они думают цифрой. Они не думают сентиментальными понятиями. Они действительно хотят жить хорошо и для этого много работают. Поэтому им почет и слава будет в любой стране. Они везде востребованы. Мальчишки, девчонки, которые прекрасно разбираются в компьютерах, в программах, пишут программы сами. Мы не знаем, сколько людей ушло с первой волной эмиграции из России. Это перед февралем, ведь люди начали уезжать гораздо заранее. После февраля очень был такой активный поток эмиграции из России. А сейчас следующий поток, который ожидается вот до двух миллионов. Мне кажется, что порядка 10 миллионов уехало из России. Но это, на мой взгляд, я не знаю, я не считала. Я примерно понимаю, что сегодня есть в России. И до 10 миллионов уже уехало. Сейчас еще ожидается волна из двух миллионов. И также, друзья, бизнес переходит из России в соседние республики. Например, релокация бизнеса из России в Казахстан. И Такаев приветствует, президент Казахстана приветствует релокацию бизнеса из России в Казахстан. Я думаю, это многим на руку сыграет с соседним республиком. Так же на Кипр переводят свой бизнес. Да перевели уже давно многие. Остались остатки, которые сейчас могут бросить все в России, взять какие-то деньги, переехать в другую страну и открыть там тот же самый бизнес. В Великобританию уехали, во Францию. Во многие страны уезжают русские. Русских везде сейчас много. Куда ни пойди, куда ни глянь русская речь. Я уже не беру Израиль. Израиль это та страна, которая всегда широко и с объятиями принимала, но людей, конечно, только еврейской национальности. Здесь понятно, друзья, они свою страну берегут. Еще есть такая форма, когда муж первый уезжает за границу для того, чтобы обустроиться там, освоиться, снять квартиру, начать бизнес, каким-то образом все-таки встать на ноги там за границей, с документами понять, какая ситуация. А потом вывозит семью. Вот здесь, друзья, не прогадайте. Пока это возможно. Пока еще границы открыты. Но здесь вы можете просто потерять семью. То есть вы не пересидите за границей и не пытайтесь все-таки полностью все наладить. Потому что вы семью можете уже не вывезти в любой момент. Железный занавес может закрыться. И семья ваша останется там. Хотелось бы пожелать всем нам, друзья, все-таки мирного неба над головой. И переселение народов, чтобы не было так мучительно. Потому что сейчас идет самое настоящее переселение народов. Если, как я вам сказала, порядка 10 миллионов уехало из России, ну пусть не 10, пусть 5 миллионов, друзья, уехали из России. Это миграция. Это миграция народов по миру. Конечно, это эмиграция, но миграция – это передвижение народов по миру. Вы помните гражданская война, 20-е годы, 20-го века, а сейчас 20-е годы, 21-го века. И опять-таки то самое белое движение, которое в панике бежало все, бросая абсолютно все в России. Сейчас практически то же самое, только пока еще народ не осознал, что 20-е годы, 20-го века повторяются с четкостью до годов, до месяцов, до часов, до минут, до секунд. Колесо истории ничему не учит народы. Я Таня Карацуба, Сеидбургхан. Будьте внимательны к себе, к своим семьям. Говорите, друзья, только добрые вещи друг другу. Не ссорьтесь в семьях. Это важно, потому что мы никогда не знаем, сколько нам еще всем осталось жить на этом свете. И лучше, чтобы мы все говорили друг другу добрые слова, думали друг о друге тоже по-доброму и любили друг друга. И самое главное, сказать друг другу, как ты любишь своего члена семьи или просто своего любимого. Я Таня Карацуба, Сеидбургхан. Друзья, помогайте каналу. YouTube нещадно пытается задавить мой канал. Помогайте каналу. Я жду вашей помощи, такой же щедрой, как и ваша душа. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!